Он единственный штамм. Почему АвиВак называется? Это не вакцина АвиВак, это завод АвиВак. Это фирма АвиВак, производящая вот эту вакцину на основе вот этой Ласоты или там... Ласоты, всё на основе Ласоты. Стамп Ласоты, куриный штамм. И все вакцины делаются на нём. Просто каждая... АвиВак это фирма АвиВак, выпускающая двух-трёхвалентную, одна валентная. Ну да, она... Это фирма АвиВак. Она заточена... Это фирма Виросаль. Это тоже фирма Виросаль. А всё равно на штампе Ласота. На курином штампе всё это дело делается. Но опять же хотелось бы знать, сколько... Если АвиВак в одних объёмах работает, он работает прежде всего на птицефабрике, то есть заточен. Он под них, да. Да. А на кого заточен Виросаль? На голубеводов в России? Не верю. Это сбыт. Это копеечный сбыт. Это никакой выгоды нет. И Виросаль, говорят, он очень жёсткий. Птицы от неё переболивают здорово. Я не верю. Сколько этих доз Виросаль может в России покупаться? Это что, завод работает два дня, а потом стоит год? Да логично, конечно, логично. А, ну мышки где-то, что ли? А что, запись идёт? Запись идёт. Да, вот сегодня, да, это посиделки у афганца на новом месте. Ну, хотел бы я, вот пока мои друзья здесь, я хотел бы привет передавать в Казахстан, моей маме, 90 лет, дай бог ей здоровья, брату 60 лет в этом году, дай бог ему здоровья, всем голубятникам Казахстана, Узбекистана, России, огромный привет. Ну, и хочу, как бы, отдать должное пацанам, которые сегодня находятся на передке, там, на войнухе. Я-то знаю, что это такое. Вот, дай бог им вернуться живыми и невредимыми домой. Сегодня, у меня тоже круглая дата, сегодня наш полк в 79-м, в 81-м году зашёл в Афганистан. Вот, и, ну вот, это вот такая маленькая часть. А остальное будем сейчас просто разговаривать про голубей. Вот, ну, тем, я тем, я... О чём ещё поговорим? Да, да, я хотел сегодня тему поднять. Ну, сначала представим, как гости. Да, да, это вот мои друзья. Это Дима. Знаю, что Дима. Дима, да. Андрей. Чисто бакинчатник. Ну, были у него движения в сторону Николаевских бабочек, Свердловских. Но он понял, что круче бакинской птицы просто нету. Просто он понял, что... Нравится Николаевске. Нравится, но они тут не летают. И вот друг Александр, который держал в этой жизни многую птицу, но тоже истинный бакинчатник на сегодняшний день. Вот я... Получается, мы с Димой более привержены к узбекской птице, хотя у Димы на сегодняшний день, наверное, бакинцев больше, чем... У меня вообще голубей нет, у меня только перья. Я давно, чище только и всё. А, ну, перья. Ну, если так говорить, то я среди вас, твоих, декоративщик. Уже два года. Я не гоняю птицу, я только декорацией занимаюсь. Я просто её держу для удовольствия, потому что нет возможности. Так получилось. Мы-то видим, мы-то знаем, да? Да, да. В этом-то году уже должна полететь декоративная птица. Ну, должна, должна. Будем стараться. Да, все на это надеемся. Ну, да. Может, кто-то увидит в небе голубей, кроме Вольева. Не, ну, я-то уже видел в прошлом году, ну, в прошлом году, да, в 23-м, как раньше. Да, 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 да. Саша выпустил, они тут сами летают, кто-то туда, туда-сюда, кто-то на хвостах. Ну, и честно, это был один день, потому что Дима. Я сам был удивлён. И ты был в настроении. Я был удивлён. Я тут всё время, они срываются, как молодым положено, они срываются, там, 2-3 круга. Я был удивлён, что есть у меня... И кто их не трогает. Есть такие голуби. Да. Ну, вот, как-то так, давайте, тортик, сегодня тортик, плов мы хотели в Узбекске. Я не езжу, это зима, сейчас неудобно. Чай я поставил. Ребят, чай, кофе кто, сливки. Да, да. Я сегодня, вот мы с Саней, пока вас не было, хотел бы поднять тему, да, вот так, среди нас, да, вот, да. А я просто, просто последнее время очень часто сталкиваюсь с понятием таким, голуби от знаменитых голубеводов, да, вот. И вот это вот козыряют, у меня голуби оттуда, от того. Сам-то живой? Голубевод этот знаменитый. Ну, практически не живой уже. И вот эту тему мы с Саней начали говорить. И я говорю, что голуби, которых люди берут, да, и потом другому там отдают, продают, и говорят, это голуби того-то, это голуби того-то. В большинстве случаев человек, который берет, он даже не знает вообще, что за человек, что там, ну, вот, имя какое-то знаменитое сказали. Все, значит, голуби крутые должны быть. А потом по факту оказывается, когда попадают эти голуби к человеку, который начинает их гонять, они оказываются, мягко говоря, говном. И идет антиреклама. Голуби такого-то голубятика говно. Причем, что не факт, что эти голуби, которые попали человеку, который это говорит, что они были именно от этого голубевода. Потому что в большинстве случаев, в большинстве случаев, даже вот взять такую сейчас популярную тему, бакинские голуби, да, бакинские голуби. Чтобы купить в Баку сейчас от знаменитых голубеводов в Баку голубей, ценник там начинается минимум от 10 тысяч рублей голова. Минимум. А то и 20 тысяч. Ну, переводь. Там на монаты у них, может быть, и нормально, а по соотношению к рублю монат, он, конечно, получается... Не, я просто не придумываю. Я знаю людей, которые брали вот совсем недавно по 20 тысяч. И взяли, и эти голуби их везли и удавили. И они пришли мертвые. И человек потерял 150 тысяч на этих голубях. И ничего, тот отправил, а их не довезли. И из кого спрашивать? Ну, это не важно. Важно то, что редко кто в России едет конкретно, смотрит, слетует, берет за огромные деньги голубей, и потом их разводит, и может конкретно сказать, что эти голуби от такого-то человека. По большому счету, мое мнение, голуби в твоей голубятне, это уже твои голуби, твои. И ты не можешь дальше говорить, что я взял от знаменитого голубевода, а голуби оказались говно. Просто в том или ином случае ты или сам лоханулся, взял таких голубей, да? Или тебя просто обманули. Вот две вещи. Но тут... Я не соглашусь маленько. Ведь самое... Вот то, что интересно, надо попасть в кровь. Даже ты возьми двух супер, спарь их, и они могут не полететь. Я тебе говорю, как вот, возьми, у двух знаменитых людей, а дети рождаются даунами. Или идут, ну, непонятно кем, маньяками, еще кем-то. Не в родню, ковырается. Ну вот, Андрюха, с тобой не согласится. Он в своей жизни держал птицу. Андрюха, ты не согласишься? Нет. Нет? Нет, он не согласен. Если взять у человека, который конкретно занимается бакинцами много лет, и его имя известно, может быть, ты прав, Саша. Но... Можно в кровь не попасть, Андрюша. Нет, вариантов-то больше, что ты попадешь. Да, согласен. Нет, здесь... Тут я свой согласен, я тебе говорю о другом, Андрюш. Это в том случае... Не факт, что попадешь. Это в том случае, вот ты говоришь, в кровь не попасть, да? Это в том случае, если ты взял одного голубя с одной голубяки, супер, как ты говоришь, да? Ты его своими глазами увидел, он там 8 часов отмахал, игру показал, все. Ну, условно говоря. И взял с другой голубятники. А может быть, в одной из этих голубятин это самый лучший был голубь, но вот просто прострелил, а все остальное... Вот. А все остальное было говно. Вот летает 2-3 часа, а этот прострелил. Соответственно, он будет давать вот таких вот, 2-3 часовых. А когда человек держит линию, уже много лет занимается, у него все в одной крови варится, вот там уже совсем другая тема. Там, вот, я не знаю, допустим, взять... Есть у меня там эти белые сапогатые, да? Там как их ни поруй, ну, не выходит. Единственный раз вышел голубь, который летал максимальное время 3 часа. Все остальные, они летят за пятерик. Ну, ты хоть как их порой, все равно голуби летят, все равно они пропадают, ну, все равно у них сумасшедшая тяга к небу. Вот, ну, ты хоть что не делай. А вот что сделать, вот, как им мозгов положить, чтобы они не терялись? А вот это я уже не знаю. А я вам же говорю, ребят, в чистом небе, вот небо чистейшее, вот он 76 часов отлетал, или как у меня тогда, 9 часов отлетал, один вернулось, 6 нет, 6 пропали, просто в никуда. В чистейшем небе. Я вам вот сколько раз объясняю. Вот вывели этих, чаек вот этих, да? Они не жизнеспособные, да? Не могут сами детей кормить. Вывели вот этих, там, как они? Кабинов. Они не могут жить, они не видят, что вокруг. Вывели вот этих, вот, они не могут. Вывели? Вывели. Вывели бакинцев. Вы сами их вывели. Дольше, выше, дольше, выше, дольше, выше. И вот результат. Вспадают такие условия, что он уходит туда, откуда возврата просто нет. Просто он на такой высоте, откуда возвратиться он не может. Ну, просто если взять даже вот по природе, да? Голубь же, он же не предназначен для высокого продолжительного полета. А он что? Он перелетает там с одной местности, с одного поля на другое поле, да? Там, вот, с дома где-то там живет на доме, летит куда-то в поле. А он небольшими же перебежками, правильно? Да, 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 да. Ему это ни к чему. И, само собой, когда он попадает на такую высоту, где фиг его знает, воздух разряжен, температура другая. Начинает... На где-то птица-то налетает по необходимости, да? Конечно. Пожрать, полететь там, а эту вывели такой, что он не может воротиться. Ну вот, ты мне рассказывал, да? Что ты недавно совсем видел, что в той местности любых одиночных бакинов привези, и через неделю гона они все будут стайными. Потому что там столько атак. Конечно. Атак сокола. То есть, если их гонять, они все равно собьются в стаи. Не согласен. Как? Не согласен. Только стая, только стая, они за счет стаи... Сань, а почему тут, когда он атакует в стаи, они все в россыпь и все по одному возвращаются? Да столько атак нету. Если бы ты каждый день гонял и каждый день атаковал, они сбились бы в стаю столько и много. Да было бы и так тут столько. Просто мы боремся, как умеем. Нет, там немножко другая. Вот Саша конкретно говорит про крымских голубей. Я вот говорю, что я же вижу, что голуби, когда, ну, нет хищника, да, грубо говоря, в небе, они раз начинают раскладываться, и начинают расходиться. Смотришь, раз они опять в кучу, смотришь, и по-любому где-то хищник. Они гуртуют. Да даже вороны летят и все, и они ее пугаются. Я хочу продолжить тему, то, что, насчет того, что нет башки в войнах. Я в том не сложусь. Я для этого держал этих, Абудабов. Это еще царство небесное, Вовка. Бля, кузнец. Саша, я держал. И Вовка, помню, да, да, да. Таганский. Ну, мы дружили, очень здорово. Вот у меня его птица, вот, и по 12 часов летала, и по 13 часов летала, но они не пропадали так, как бойные. Андрюх, я не созван. Они ворачивались. Хотел больше положить. Им хорош. Они все ворачивались. А бойные пропадают. Саш, ты. Может быть, за счет игры у них мозги скруживаются. Но. Саша, а у меня светлости пропадают. Все. Все до одного. Можешь хозяин такой? Может быть. Николаевские все пропадают. Может быть. А и бакинцы все пропадают. 90 штук осенью, и сейчас 5 штук на сегодняшний день. Я не знаю. Я запасывал его. 95 на сегодняшний день. Ну, будем честно, штук 30 выкинул. Выкинул, да. Просто ни о чем. Забой, мудой. Там час-два. Мне не интересно. Просто я еще хочу вернуться к тому, что не надо как бы считать, что ты возьмешь по имени, вот правильно Саша сказал, что вот ты, Дим, говоришь, вот по 5 часов по-любому этих голубей паришь 5 часов лету, да? Вот так. Да, но, 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 если мы будем говорить о бакинских голубях, да, о бакинских, то там же должна присутствовать игра при всем при том. И при наличии... Белые-то два играют? Играют? Ну, какая игра? На любителя же. На любителя. Ну, я бы не сказал редко. Отличный голубь, но это... Глубятнику, Глубятнику есть, и да, к чему стремиться. Ну, это да, это при фотошопе, конечно. Ага, я видел. Если по поводу, вот, мы говорим, сапогатых мальчиковских, я так понял, да, Алёхин, то у них игра на любителя. Но есть голуби, которые там часто играют, ну, и много, а есть голуби, которые там реже играют. Столбовой игры у них нет. У них есть, вот, они привстали, два-три раза щелкнули, даже дальше пошли. Два-три раза щелкнули, дальше пошли. Ну, у них такая игра. Ну, их же, опять же, их же любят не... за их игру. Опять же, по игре тоже, вот, игрыш, он должен быть, бакинский голубь, бойный он должен быть с игрой. Это... Ну, это же тоже на любителя. Вот кому-то... Они там соревнуются, да? У нас вот по бакинской птице нет здесь соревнований. Да им пофигу там какая игра. Вот смотришь, там щелкнул раз, щелкнул два, и все, он больше практически не играет. Я понимаю, что нам хочется, как бы, увидеть, а где игра, а где игра. Но им этого не надо. Они вот идут на продолжительность, на... А в чем проблема? Есть Типлеры, есть Свердловы, есть Пермяки. Есть. Они их делают на раз. Зачем? Они держат свою птицу. Здесь, Андрюха, ты импортную какую-то называл, там должен он 12 часов отлетать, и сеть. Если он не сел через 12 часов, его бракуют. Больше он не должен летать. Там уже на... На конкретно, чтобы он 12 часов отлетал и сел. А если он больше 12, его дисквалифицируют. Да, да. Вот каких результатов люди дадим. Я могу ошибаться, но, по-моему, у Котомина Саши тоже есть такие голуби, которым дня не хватает. Светового. Верю. Вот у него... Верю. Садятся и на следующий день приходят. Котомина знаю лично, верю, да. Не вопрос. Так что какие там Абу-Даби, у нас свои голуби есть. Пермские, это единичные, допустим, Дим. Это единичные. А там это массово, понимаешь? Массово. Согласен, согласен. Опять же, там... Ну, вот кузнец гнал по 700 штук. Небо не было видно. Ну, там не отдал. Там у него был рабочий Сашки-пистон. Вот он занимался. Он занимался и голубями, и собаками. По 700 штук поднимал. КВН, которые кольца были, КВН. Да. У меня встречались КВНовские кольца. Это... Вообще, ну... По голубям я... По голубям хочу только одно хочу сказать. Что каждый в силу своих возможностей, Своих способностей держит голубей. Тех, которые ему нравятся. Достаточно очень много людей В наше время сейчас это реклама. Вот реклама, если поперла каких-то голубей, Люди начинают хапать. Нужен он ему, не нужен. Ну, вот... Скажу другое. Вот есть такие голубятники. Вот он поймал хорошего голубя. Поймал. Он увидел, как он летает, сел. Ну, даже кольца есть именные. Ты хочешь их развести. Ну, ты позвони хозяину, возьми ему пару. Нет, он берет из своего говна что-то угодно, Парит, лишь бы спарить, И надеется, что у него чего-то получится. Я тебе... Ничего у него не получится. Я тебе расскажу историю, страшную историю. Это 10... Нет, 12 лет назад, 12 лет назад только голубятнику сделали на автобудоре. Первые мои бакинцы, которых я взял у Андрюхи, это гагиковские бакины были. И первых молодых... Саша, извини, я перебью. Уточни, пожалуйста, потому что у нас есть знаменитость другой гагики. Нет, нет, гагик, Гарик Королевский. Гарик Королевский. Гагик. 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 Ну, его молодой его... Да, его... Ну, вот. А у Андрея была птица вся оттуда. И Андрей, на мое, наверное, счастье, взял и перешел на Николаевскую птицу огурмаша. Огурмаша он от одного крутого ушел к другому крутому. Ну, и птицу, естественно... Ты обещал не называть имена. Ну, этих людей можно называть. Что, запикать? Нет, нет. Видео запикать? Нет, нет, нет. Ну, там... Нет, так вот. Не витила Николаевская птица. Давайте не будем про Николаевскую огурмашевскую, хотя она очень хорошая птица. Там работали люди. Была. Там сильнейшая птица была. Мы сейчас о том, что ты говорил, что поймали голубя. И я вот погнал первых молодых, и у меня сходит белый молодой с моим именным кольцом. Я тогда... Сейчас я уже давно не вешу именные кольца. Не знаю, не хочу. А тут поймали... Тогда у меня немножко в душе понты были. Ловят. И мне звонок. Мы поймали вашего белого голубя. Я говорю, ну, это ж хорошо. Вы хотите мне его отдать? Нет. А чё? А он у нас по семь часов летает. И чё, говорю? Ну, вот мы гоняем. Я говорю, гоняйте дальше. Он у вас, его не станет. Я говорю, чё хотите? А голубку продайте? Я говорю, не вопрос. Семь рублей. Это двенадцать лет назад я объявил голубку под этого голубя. Семь рублей. Мне говорят, да ты чё? С дуба упал за семь рублей. Я говорю, давайте я голубя этого за семь рублей заберу. Нет. Вот и всё. Дальше, естественно, они, наверное, с кем-то, чё-то, как-то. Вот и всё. Вот такая история была. Это такая же история, когда я гонял Абудабов. Вот у меня птицы села посёлок Первомайских, Тамбовская область. Вот они тоже мне звонят оттуда. Тут ваши чекрашей поймали. Ну, они натуре чекраши такие, берёзовые. Что за птицы-то? Ну, так и так вот, туда-сюда. Я говорю, а где вы держите-то? А вот под Мичуринском, подчёрл, подчёрл Первомайский. А говорил, не пропадают. Абудабы? Они с тучей ушли. Тут по неволе. Тут пришла, не сдавая туча. Ладно. Я не говорю, ладно, да. Ну, бог тебе. Ну, я говорю, давайте я, мол, заберу. А там у меня свои друзья есть, ну, которые там держат. Они говорят, не отдадим ни за какие деньги. Типа, ничего и как вот. Надо было украсть. Или забрать. Наглую. С вилами. У меня столько тогда было количество двеней, как-то я думаю, бог себе. И вот чем они там парились? Тряпочка есть? Тряпочка. Салфетка. Салфетка. Вот салфетки. Так. Вот тут лежали салфетки. Жёлтые. Так. Пропадали, Саша. А эти пропадали. Но они меньше. Вот они. Меньше. У них голова нормально была. Значительно меньше. А эти, конечно. Но они летали по-другому. Они летали кучу. Там лёд совсем другой, конечно. Хотя у Папа летали вот в разброс. Кстати, о новой голубятне. Сегодня вот мы первый раз, да, вот так вот съёмки в этой новой голубятне. Три года, да, никаких съёмок не было, Дим. Последний раз. Я подсъёмки делал, но я ничего не буду. Да, да. Три года, вот. Вот. Вот сделано благодаря моим друзьям, которые меня не бросили и в тяжёлую минуту помогли. Реально помогли. Спасибо огромное. Не буду называть. Все друзья знают, что я благодарен очень. И я уже хотел бросать это всё дело. Но жена поддержала, сказала нет. Хотя сейчас уже заднюю включает. Говорит, лучше бы ты бросил бы. Потому что я на самом деле, она говорит, ты там живёшь, а дома не бываешь. Вот, вот эта комнатка сделана. Душил бы диван. Да. Ну, диван сюда не получилось. Нет, нет. Дома бы душил. Не было бы голубей, лежал бы дома на диване. Ну, может быть, может быть. Хотя я бы... Я бы харю бы нажрал вот такую. Ну, да, да, да. Ну, чё, да, да. Нет, я, ребят, нашёл бы себе занятие. На занятии я нашёл бы, как бы себя реализовать бы. Ну, голуби, чё, остались. Немножечко, но осталось голубей, конечно. Не те объёмы, ну, чё ж делать. И слава богу. И опять бы, если бы, вот о нас бы ещё хоть чуть-чуть бы подумало бы государство, хоть чуть-чуть бы, вот просто, хотя бы вот как бы, вот с теми же лекарствами, с теми же анализами, с лет врачами, было бы намного проще. Я вот объехал, но всю Европу, я в своё время занимался немцами же, я ни одной выставки в Германии не пропускал, я оттуда немцев возил. Как там вот к людям относятся, вот, голубям, да. Даже там, вот, выезжая из Германии, я с этими чемоданами, с железными, с голубями, меня таможенник из общей очереди выхватывает, ведёт меня, берёт эти яички, ведёт меня зелёным коридором, чтобы птица не мучилась, не стояла в очереди. И, а у нас... Саш, я, к сожалению, могу, вот, прожив с 2002 года, так-то я в Казахстане всю жизнь прожил, но уже живу с 2002 года, это 22 года, да? 22 года живу здесь, это полжизни человеческой. Ты представляешь, сколько ты людям кровью попил за эти 22 года? Ужасно, ужасно, да, ужасно. Если бы остался в Казахстане. Да, 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 да. Так вот, я хочу сказать о том, что ты говоришь, к сожалению, к сожалению, государство, государство, да, государство, это мы. Это мы. А... Это демагогия. Нет. Не ты. Никто. Ты есть как средство обогащения того же государства. Ты нужен только для того, чтобы оплатить налоги. Не согласен с тобой. А я согласен. Не согласен с тобой, знаешь... В чем не согласен с тобой? В том, что, к сожалению, не нашелся в государственной власти человек, заинтересованный в голубях или любитель голубей, который бы продвинул бы там... Он настолько... Там, наверху власти, про голубей никто не знает, и про голубинные проблемы никто не знает, и голубей это вообще ни о чем. Александр, зато знают амурских тигров, блядь. Амурских тигров, барсов, журавлей. Там даже некоторые летали журавляем. Ой, это были же. Хорошего было про политику. Ну так останутся два голубевода и про голубеводов тоже узнают. Ну, барсы же вымирают. А голубеводы еще не вымирают. Пока еще нормально, держимся. Это точно нет. Что ты хочешь о голубях, если я прихожу с внучками, московский зоопарк центральный, да, и там экспозиция голубей, и там крутящиеся голуби ходят вот с такой башкой в этих клетках. Вот он уровень. Это прежде всего людей. И чтобы что-то было, да, кто-то должен, человек найтись, энтузиаст, который пробил бы, пробил бы, ходил бы, вот ты, или Андрюха, или вот Дима, пошел бы в кабинеты власти и сказал, что голуби – это достояние России, и есть породы голубей, которые ведут свое исчисление от графа Орлова, да? Да, Орловский коронавирус. Которые на грани вымирания, если не будет людей, которые ими занимаются, не будет этих голубей, эта порода исчезнет по определению, да? Но ведь нету, чтобы кто-то, ну, как это ни печально, в Москве, в Москве, в столице нашей Родины, серьезную, красивую, красивую выставку голубей провести никто не может. Вот это в ЦСКА, это, да, сделали, спасибо, что хоть что-то сделали, но это не тот уровень, это не московский уровень, это не российский уровень. В Сокольниках было раньше неплохо, не вспомнил. В Сокольниках, там на уровне, ну, там говорят, насколько я слышал, что это про эгиды Харлашина все делалось, не знаю, за что купил, за что продаю, но там другой уровень был организации, а то, что в ЦСКА, это ни о чем. Я посмотрел. Да хоть так-то, Саня, хоть чего-то. Не, на самом деле, самая большая проблема была этой выставке, которая ЦСКА, я даже, честно, я даже про нее не знал. Просто оповещение, ну, хотя бы вы работаете, хотя бы просто с блогерами, да, вот, с людьми, которые... Информации было много, кстати. Международная была информация. Я не знаю, может быть, я так следил, но я про нее не знал. Я туда не поехал специально, потому что я знал, что там будет бардак, ничего там хорошего не будет. Я то, вот бы Сашке разговаривали, он говорит, поешь, я не поеду. Делать там нечего, абсолютно. Ну, я в прошлом году ездил, решил, не ради продаж туда поехал, а ради, вот, реально, мы с Вирузом поехали, просто поддержать выставку. Вот, реально, просто ради поддержки. Мы даже не надеялись ничего там, что-то продать. Просто поехали, вот, голубей выставили. Вообще, вообще выставка, в моем понимании, я вот смотрю выставки в Узбекистане, в Ташкенте, суперская, в Алма-Ате суперскую выставку проводят. Я смотрю. Кстати, в России, в некоторых регионах, в некоторых городах достойные выставки делают. Все-таки, вот я смотрю, очень, очень хорошо проводят. Последняя выставка, которая, я помню, была очень достойная, опять в тех же самых Сокольниках, когда выставлялись там все породы птиц, это было, наверное, лет 7 назад, последняя. Если не 8. Да. Там и куры были, и тогда... Вот были выставки. Как раз там вот Борько Коновалов, он там судьей был. Это вот тот, с кем мы немцы бы занимались, с кем мы ездили по Германии после выставки. Вот он там и судил, и проводили. Вот она была выставка. Приятно было поглядеть. Вот вы согласитесь, что выставка российская, да, нужно, чтобы была прежде всего организация. У нас же, наверное, есть люди, которые судьи, да, имеют какую-то категорию, или их нету в России. Объясню. Вот все, очень много, вот держат и генералов, и прокуроров, держат птицу, но у них другие возможности. У них и личные самолеты, и личные возможности. Он привозит себе и река... Редактор субтитров А.Семкин